Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и планах по разделению детей и родителей в новом мультфильме «Босс Молокосос 2». 19 августа в кинотеатрах России стартовала премьера полнометражного анимационного фильма «Босс Молокосос 2». Он является продолжением одноименного мультфильма, вышедшего в 2017 году. С первого взгляда кажется, что «Босс Молокосос» — это абсолютно фантастическая история для детей. На деле же мультфильм имеет множество отсылок к реальной жизни. Смысл его далеко не детский, ведь в нем открыто показываются ближайшие планы иллюминатов. Кроме того, на протяжении мультфильма то и дело появляется известная нам символика. Сюжет мультфильма, как и в первой части, строится вокруг семьи Темплтонов. Главные герои, братья, Тим и Тед повзрослели. Теперь у Тима семья и двое детей, а Тед с головой ушел в бизнес и поднялся на вершину карьерной лестницы. Братья практически не общаются друг с другом, занимаясь каждой своей жизнью. Все меняется, когда младшая дочь Тима, работающая на корпорацию Baby Corp, получает задание помирить братьев. Она обманом приглашает Теда на Рождество, после чего братья превращаются в детей. Они узнают, что миру грозит опасность и сплачиваются вокруг общей цели. В конце Тим и Тед прощают друг другу старые обиды и становятся такими же дружными, как в детстве. Казалось бы, сюжет мультфильма вполне безобидный и даже позитивный. Однако многие моменты в нем явно говорят об обратном. Во-первых, когда в самом начале зрителям рассказывают о том, как сложилась судьба главных героев мультфильма «Босс Малакосос-1», мы видим две крайности. Тим – неработающий отец, который сидит с детьми в то время, как его жена пытается прокормить семью. Он инфантильный и вечно летает в облаках. Я так называемый домохозяин, поэтому мне редко удается посидеть дома. Это моя жена Кэрл. Волшебство одно слово. Это она приносит в дом кусок хлеба. Она нас кормит, а я готовлю. И слежу за нашей малышкой Тиной. Испокон веков в семье именно мужчина был добытчиком и заботился о финансовом благополучии жены и детей. Здесь же мы видим явную подмену традиционных ценностей. Брат Сима Тед, напротив, не стал жениться и рожать детей. Он сконцентрировался на бизнесе и деньгах. В итоге Тед богат и успешен, но очень одинок, хоть и всячески скрывает это. Получается, детям пытаются внушить, что семья мешает успешной карьере и необходимо обязательно выбирать что-то одно. Примера, где все это гармонично сочетается, мультфильм не дает. Во-вторых, в мультфильме показывается, как восьмилетняя дочь Тима Табита постепенно отдаляется от отца. В итоге, попав в бэйби-корп, Тим выясняет, что причиной тому является директор школы, в которой учится его дочь, доктор Армстронг. В его планы входит избавиться от взрослых и оставить только детей, так как, по его мнению, родители мешают их развитию. Дети – главный двигатель научной мысли. Они усваивают информацию быстрее взрослых. Нужно всего лишь увеличить нагрузку, что бы там ни говорили родители. Они в детях не разбираются. Я так скажу. Единственное, что мешает развитию малыша – это взрослые. О том, что взрослые миру в принципе не нужны, неоднократно говорится на протяжении всего мультфильма. В сознании детей подселяется идея о том, что без родителей было бы лучше, ведь тогда никто не смог бы ими командовать и запрещать что-то. Очень интересен способ, с помощью которого Армстронг запланировал избавиться от взрослых. Он разработал специальное приложение для смартфонов, запустив которое взрослые превращались в зомби. Они не видели и не слышали ничего вокруг, послушно выполняя команды сумасшедшего доктора. Не исключено, что все это дает отсылку к уколам от модного заболевания, которое сейчас ставится всему взрослому населению мира. Возможно, что именно с их помощью планируется установить тотальный контроль над всеми жителями планеты. Запустить свое приложение доктор Армстронг решил во время рождественского концерта учеников своей школы, который они приготовили для родителей. Перед его началом он произнес следующую фразу. Таким образом, нам напрямую намекают на планы по установлению нового мирового порядка, при котором взрослые превратятся в послушных зомби, а дети попадут во власть тайных правителей. Естественно, что жизнь детей при этом не станет лучше. Доктор Армстронг лишь обещал малышам беззаботную и свободную жизнь без родителей. На деле же он просто эксплуатировал их труд. Очень интересен концерт, который показывали дети. На сцене появлялись дьявольские образы, которые затем плавно перешли в библейскую тематику. Зрители в зале в большинстве своем даже не замечали ничего странного, восторгаясь талантом своих детей. Все это очень напоминает современные концертные мероприятия, на которых происходит открытое объяснование. Однако люди продолжают посещать их, воспринимая все показанное, как эффектное шоу. Сама школа, в которой работал доктор Армстронг, выглядела более чем символично. В центре ее располагался купол, сделанный в виде сотов. Это дает отсылку к краевому сознанию иллюминатов. Кроме того, на территории можно заметить шахматное поле, символизирующее единство добра и зла. Внутри купола располагался кабинет директора и место, где трудились младенцы. При этом они были разделены по странам. Здесь были Франция, Германия, Россия, Индия и Америка. То есть нам показывают, что в эту игру вовлечены крупнейшие мировые державы. Все дети в школе делились на несколько групп по возрастам. Малыши помещались в шестиугольную игровую комнату. При этом все игрушки у них были в виде пирамид. Отличительной особенностью этой игровой было то, что дети могли творить все, что угодно, и их никто ни в чем не ограничивал. Школьники отправлялись в класс. Пол в кабинете был в виде шахматной доски. А сам учитель, он же директор школы, присутствовал в классе в виде виртуального изображения. При этом он практически постоянно демонстрировал жесты иллюминатов. В школе детей учили, что главное в жизни – это конкуренция, и всячески поощряли любое соперничество между ними. У нас в центре Дубок считается, что главное в коллективе – это… Здоровая конкуренция! В итоге ученики не знали, что такое дружба и взаимовыручка, стремясь подставить и унизить друг друга. Получается, что мультфильм продвигает все большее разобщение, что безусловно делает людей слабее и уязвимее. На фиолетовом уровне школы, судя по всему, осуществлялись эксперименты с сознанием детей. Кроме того, здесь можно увидеть медкабинет, где вокруг детей ездила странная машина в виде глаза. Всех непослушных отправляли в так называемую музыкальную комнату, после которой большинство детей сходит с ума. Все это дает явную отсылку к программе контроля сознания МК Ультра. В мультфильме также затрагивается тема шоу-бизнеса и таланта. Старшая дочка Тима должна была выступать на школьном концерте и петь песню. Однако у нее совсем не было голоса. Тогда отец предложил ей весьма оригинальный способ. Сперва попробуй просто вообразить, о чем ты поешь. Представь, что все это происходит на самом деле с тобой. И ты увидишь мелодию. В итоге девочка попадает в некий астральный мир, где каким-то образом ее голос меняется. Точно так же она делает на самом концерте. Скорее всего, подобными методами пользуется большинство знаменитостей. Многие из которых признаются, что в момент выступления на сцене даже не помнят себя. Помимо всего перечисленного, в мультфильме присутствует множество моментов, содержащих символику иллюминатов. Так, в самом начале отец рассказывает детям сказку, при этом его игрушку-ягняшку пытают одноглазые монстры. Чуть позже у Табиты на пижаме можно заметить изображение Сатурна, что дает отсылку к соответствующему культу. В этот же момент, повторяя таблицу Менделеева, девочка прищуривает глаз, что подчеркивает символизм всевидящего ока. У младшей сестренки Табиты в кроватке лежит игрушка в виде радужного единорога, который является частью символики ЛГБТ-сообществ. Когда младший брат оказался запертым в комнате с малышами, на лице одного из детей можно было увидеть множество печаток в виде бабочек, дающих отсылку к программе контроля сознания МК Ультра. А чуть позже Тед прикрывает ребенку печаткой один глаз. Когда Тед придумал способ выбраться из комнаты и полез по стене, на один глаз всем зверюшкам, украшавшим комнату, прилетела краска. К слову, именно на этом моменте в мультфильме идет явный намек на токсикоманию. Клей люблю. Кто не любит? У нас тут мозговой штурм. Клей-то круто. Когда Тед попадает в кабинет директора, его рука случайно приклеивается к глазу, что подчеркивает соответствующий символизм. Во время рождественского концерта, прямо за родителями Табиты, сидит мужчина с фингалом на глазу, что также совсем не случайно. Заканчивается мультфильм, как и положено детским сказкам, положительно. Главным героям удалось остановить упразднение родителей, и план директора школы провалился. Интересно, что когда родители вышли из зомбированного состояния, прозвенел будильник, на часах которого было ровно 0 часов 0 минут. Этот образ может намекать на так называемое обнуление мира. Таким образом, мультфильм «Босс Малакосос-2» открыто показывает планы иллюминатов по разделению детей и родителей. При этом взрослых планируют превратить в зомби, а детей воспитывать в специальных школах, которые по сути станут подготовкой к будущему рабству. Кроме того, мультфильм затрагивает тему астральных путешествий и неземного таланта, а также буквально пестрит известной нам символикой. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!